Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Студенческие отряды, волонтерства, звездные походы и многочисленные форумы – так сегодня живет активная молодежь. О стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года говорим с нашим гостем Денисом Боковым. Изменения есть кардинальные, потому что это иной документ. Потому что прошлая стратегия была признана утратившей силу и введена новый документ, который определяет по самому широкому спектру направление работы молодежи. И, конечно, приятно, что и наш регион сыграл большую роль, потому что стратегия разрабатывалась и носили предложения в течение последнего года. И это была непростая работа. И наш регион, наши общественные молодежные организации давали себе предложение в эту стратегию. Это документ межведомственный всех органов власти к тому, как мы будем работать с молодежью до 2025 года. Он касается совершенно разных направлений работы с молодежью. Хотелось бы примеры, любые. Ну, это очень широкий спектр, начиная от поддержки молодых семей, талантливой, одаренной молодежи, работа с детскими, молодежными, общественными организациями, развитие волонтерского движения, профитерационной работы. Ну, давайте конкретно о волонтерском движении. Сейчас это модно. Сейчас очень большое количество молодежи, да и не только, принимает в этом участие. Что это дает обеим сторонам? При достаточно сжатом финансировании оно способно давать максимальный эффект, потому что мы с помощью волонтерского движения воспитываем личность, воспитываем гражданина, развиваем гражданское общество. И у нас действительно это направление развито очень хорошо. Мы с 2009 года определили его как приоритетно. Сегодня у нас около 8 тысяч волонтеров, официально зарегистрированных в Рязанской области, и больше 300 организованных волонтерских отрядов, которые реализуют огромное количество мероприятий по широкому спектру деятельности. И это наша гордость. А какие бонусы дает то, что ты входишь в число волонтеров? То есть ты можешь сразу поехать на место ЧП и помогать людям, у тебя есть возможность обратиться за помощью, будучи представителем волонтерской организации? Прежде всего, это дает возможность самому волонтеру развиваться и вкладывать в свой личный потенциал. Во-вторых, это дает возможность молодому человеку получать уникальные знания, умения, навыки, уникальные в процессе работы. В-третьих, сегодня, но я не хочу сказать, что это самое главное, мы должны к этому стремиться, это основное, потому что есть дискуссия в обществе о том, что должен ли волонтер получать что-то за это, иначе он перестает быть волонтером и добровольцем. Но, тем не менее, сегодня на уровне региона мы вводим дополнительные преференции для волонтеров, которые занимаются, собственно, волонтерской добровольческой деятельностью при поступлении в ВУЗ. Человек, вот в частности, уже с этого года в Рязанском государственном медицинском университете, если вы осуществляете добровольческую деятельность в медицинских организациях, это больницы, лечебно-профилактические учреждения, то вы можете получить до 4 баллов к ЕГЭ. Мне кажется, неплохой бонус и поездка на Селигер и Литавриду в том числе. Давайте об этом поговорим немножко. Мы были на подведении итогов, мы видели вот эти горящие глаза, видели фотографии со звездами и не только, видели счастливых ребят. Они специально подготовили клипы о своей поездке. Вот что это дает нашему региону? Целая система создана в регионе, и в России она выстраивается сегодня очень активным темпом и системами неформального образования. В виде тренингов, в виде работы в деятельности в общественной организации, в виде участия в таких вот форумных компаниях и форумах, как Селигер и Таврида. Из уст профессионалов в своих областях, в которых они выбрали, потому что смены проходят тематически по разным направлениям, они получают уникальную информацию из первоисточника. Они учатся, они получают уникальные навыки, которым, безусловно, пригодятся не только в их будущей, может быть, профессии, но и в личной жизни. И мы этому направлению делаем большое внимание. У нас в регионе еще создана, кроме того, целая система вот такого неформального образования в рамках наших профильных лагерей. Это и для детей, это лагерь пламенный, для старшеклассников лагерь рубин, для студентов это лагерь роса. И, кроме этого, мы около трех с половиной тысяч молодых ребят обучаем на подобных площадках внутри региона. Это не обязательно выездной лагерь, хотя зачастую это лагерь-форум, лагерь-семинар, который длится 2-3 дня. Но это однодневные могут быть семинары, тренинги, которые проходят внутри региона по различным областям. А чем студенческие отряды отличаются от волонтерских? Есть принципиальная разница? Ну, разница существенная. Разница большая, потому что студенческие отряды – это отряды, которые работают в третьем трудовом семестре, то есть в летний период, как правило, которые работают не… Теоретически тоже помогают. Ну, они помогают, но они работают за деньги. Это самое главное различие. Потому что они приходят зарабатывать деньги. И это тоже очень важно, потому что здесь немножко другая цель – деятельность студенческих отрядов. Цель их деятельности – это, прежде всего, получение тоже дополнительного опыта в будущих профессиях. Потому что у нас работают около трех тысяч молодых ребят в студенческих строительных, а не только в строительных, в молодежных отрядах студенческих. Это и медицинские, и сельскохозяйственные, и финансовые, и педагогические. Ну, вот в нашей стране принято платить, если уж мы говорим об этом, за качественный труд. То есть есть какой-то отбор, в студотряд просто так не попасть? А с чего мы тогда должны начинать работать? С чего мы должны получать опыт? И, кстати, хочу сказать, что у нас в этом году юбилей. У нас 55 лет студенческим строительным отрядом. И это очень серьезная дата. И у нас молодежь нашего региона в количестве почти 60 человек принимали участие в мероприятиях в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, посвященной этой дате. Давайте вспомним о другой важной дате. Это юбилей Великой Победы. Как готовились ребята к этому событию? Все-таки здесь немножечко другая ситуация. Здесь нужно быть немножечко тоньше, немножко внимательнее. Тут ветераны, и как-то хочется сделать это действительно хорошо. Ну, эта работа ведется уже полным ходом. Мы, собственно, больше года назад уже начали подготовку к 70-летию. И 69-й годовщина, собственно, Победы – это проведение каких-то акций, мероприятий, которые уже намечены на 70-летие в более широком масштабе. Здесь участие волонтеров огромное значение имеет. У нас большое количество, огромное количество волонтерских отрядов. И у нас здесь огромное количество акций проходит. Но самые знаменитые – это звездные походы. У нас в этом году 13 звездных отрядов. В январе, в феврале стартуют в 13 муниципальных образований Рязанской области. Посетят около 350 ветеранов, ну, минимум. Мы звездным отрядам даем задание, чтобы они снимали на видео те рассказы ветеранов и передавали их нам, а мы передаем в государственный архив. Это тоже очень важная работа, нужная. Поэтому волонтерское движение, потому что звездники, они, собственно, являются добровольцами, волонтерами, волонтерское движение в плане празднования 75-летия – это такой широкий, важнейший пласт. И здесь еще стоит отметить новую акцию, которую мы провели в прошлом году при поддержке Олега Ивановича Ковалева. Это очень важно, потому что, когда такие широкомасштабные делаешь акции, нужно заручаться поддержкой главы региона. Это акция под названием «Парад победителей», потому что тоже цель проведения акции сходила из того, что ветеранов все меньше и меньше, не каждый может принимать участие в Параде Победы. И мы поставили себе задачу вернуть ветеранов на Парад Победы в портретах и в лицах. И дали возможность нашей молодежи, нашему населению гордиться своими предками, теми, кто воевал, теми, кто участвовал в Великой Отечественной войне. И вот в этом году мы рассчитывали на участие 3-5 тысяч человек в акции «Парад победителей». А в результате в акции вышли с портретами 9 мая больше 20 тысяч человек. Несколько слов молодежи в преддверии Нового года, потому что мы-то журналисты видим все со всех сторон. А сегодня мы говорили только о хорошем, и это очень приятно, чтобы люди поняли, хорошего на свете больше. Да, хорошего действительно на свете больше, и в преддверии Нового года хочу сказать, что нужно быть оптимистами. Как бы ни складывались обстоятельства в нашей жизни, в личной жизни, в обществе, в государстве или в мире, нужно всегда быть оптимистом. Всегда. Потому что только проактивный подход к деятельности, он может приносить результат. Ни в коем случае не реактивный. Это первое. Второе, конечно, я хочу пожелать нашей молодежи быть конкурентоспособными, стремиться к этому. А что для этого нужно? Для этого нужно быть образованными и воспитанными. Я подчеркиваю, воспитанными. Потому что образование не всегда, к сожалению, дает воспитание. Быть инновационными. Такое популярное слово, но оно нужное, оно важное сегодня. Быть нравственными. И вот сегодня это особенно важно, быть патриотичным. Любить свою семью. Начнем с этого. Любить свой дом. Любить свой город. Любить свою страну. Любить свое прошлое, настоящее. И верить в будущее. Спасибо большое. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова